Всем имперского приветствия от рогатой жабки! Устраивайтесь поудобнее тем, кто собрался покушать. Приятного аппетита! Рогатая жаба приготовила чашку имперской, свечёной, кипячёной водички. Свечёной, наверное, пропитанной духом и энергией сигмара. Так что будет посапывать, похлюпывать. Это моя очень любимая и полезная привычка пить много воды, когда я стримлю или снимаю. Так что только попробуйте мне кто-то фукнуть в комментариях, что рогатая жаба, что ты чавкаешь или запишешь или что-то ещё. Такой уж микрофон и такие мои привычки, избавляться от них я не собираюсь. Кто фукнет, лично, отдельно упомяну, как злого хаосита в следующей серии. Кто фукнет в комментариях. Шучу. Но можете оставить парочку наводок на именные отряды. Это возможно, так как мы сейчас активно нанимаем новые отряды. И у нас следующий этап. Сейчас мы отдадим Бальтазарчику. Бальтазар. Бальтазара, держи! Шесть отрядиков. Вот так вот теперь. У Бальтазара 15, ещё 5. Что мы можем нанять? Мы можем Бальтазарке нанять и начинать уже нанимать по-настоящему кошерные отряды рыцарей на демигрифах или рыцарей на демигрифах Алибарды. Алибарды это борьба с крупными целями, а тут борьба с пехотой. Давайте начнём пока что с борьбы с пехотой. И помним, что мортирка нужна нашему Бальтазарчику, ещё одна. Так что мортирку наймём. А где-то далеко на юге, на юге мы сделаем ещё одну классную штуку. Мы сейчас колонизируем Горгазан. Ибо настало его время, что-то он долго не колонизировался. Ну, правда мы были заняты Аргул Мигдалом, Галбаразом. Галбараз, кстати, нас порадовал крепостными стенами. Теперь фиг кто возьмёт это поселение вообще. А мы можем продолжить строить, ибо со скидкой. Здесь мы запаслись правильным магом, который даёт правильную скидку. 20% Не 35%, но, к сожалению, но 20% даёт. И чё мы делаем? Наверное, мы уволим всех легендарников. Надо уже переходить на свои харчи. Извините, Демигрифы. Извините, Стрелки. И побудет наша армия такой. Потом побежим сюда. А для этого, наверное, подведём и героя. Либо подождать им один ход. Пусть даст бонус к приросту. И будем колонизировать Гронти Мингол, которые разрушили Бьёрлинги. Я надеюсь, что Бьёрлинги или Гномы Мирмиденс захватят. И Бьёрлинги атакуют Рудники Драконьего Рога. Благодаря действиям Бьёрлингов, Гномы очень хорошо справляются с Орками возле Бараквара. Сразу вопрос с Гномом. Готовы ли вы торговать? Готовы. 979! Почти тысячу мы будем от этой торговли получать. И давайте посмотрим, сколько они нам готовы будут денег заплатить. Давайте попробуем взять по максимуму. 6000 не готовы. 5000 не готовы. Нет, ребята, тут денежка зайдет очень хорошо. 3750 это значит, что где-то 4000. Так, 4000 они нам готовы будут заплатить. Рогатая жаба крайне меркантилен в имперской компании. Потому что все эти деньги, это защита всех фракций. Вау, гаденыши. Ладно, я понял. 4000 и точка. Нет, 4000 не хотят. Ладно, хорошо. Ой, гномов не переспорить. Сколько вы там? 3750? Давайте 3800. Вот гады. Не, ну вы посмотрите. На 50 золотых больше не хотят давать. Так, выплаты они нам сделали. Ровно столько, сколько предложили встречной. Я так понимаю, что на встречной лучше соглашаться. Ну, если предложения идентичны, просто немножко меньше суммы идет. Иначе по-другому не будет. Но пополнили деньги. Нам очень много денег на отстройку юга уйдет у нас. Так что все гроши нам нужны. И Карл Франц. Сидеть ли в горселе нам? Стоит ли нам сидеть в горселе? Стоит ли нам вообще в Вольфенбурге сидеть? Скоро отсюда вывалится птичка хаоситская. Какой-то там каатль. И я уже не помню, как там ее называют. Эту птичку. В кемпербаде у нас строительство доступно. Кемпербад, кемпербад. Убийца у нас готов убивать. А где агенты? Все куда-то попрятались. А вот они. И идите сюда. Киса, 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 мои родные. Скидочник. Куда пойдешь? Скидочник на 20% скидки. Да, сюда пойдешь. Сначала в нуль. Потом по вот этим вот всем городишкам. Но где можем поднять уровень поселения? Даже без скидки. Наверное, придется. Либо подождем один ход. Я не думаю, что хаос сюда пробьется. А прирост мы сумеем реализовать. Что так, что так. То есть куда-то мы его потратим. Можем не стоять. Можем попробовать Мидденхайм взять. Что мы тут прозябаем, что мы не прозябаем тут. Я думаю, это одно и то же. Давайте возьмем Мидденхайм. Я думаю, Вольфенбург мы не потеряем. Станем возле Мидденхайма и на следующем ходу объявим этим орчиком войну. А Карлуша тогда со своей армией великой может пойдет себе демигрификов возьмет. Или попробовать словить в засаду вот этих. Вот они же наверняка к нам поплывут. Хотя Карл Франц может повоевать. У него есть задание на Рейкландский Руноклык. Но вот насчет этого задания лучше бы взял тогда Кэпа на это задание. Кэп бы прокачался и сейчас мы бы получали войска на одну лычку опыта выше. Пойдешь ли ты сюда? Не пойдешь. Давай в Мариенбург. А потом засадой где-то тут сядешь. Хорошо, подходит мне такое решение. Он здесь общественный порядок поулучшает. Лионез. Общественный порядок соточка. Вообще хорошо посмотреть как у нас по различным параметрам. Например, по общественному порядку. Практически везде общественный порядок максимален. В Рейкланде само собой. Лионез соточка. Борделла соточка. Каркасон стремится к этому делу. Эсталия соточка. Паравон можно подтянуть общественный порядок. Серые горы соточка. И Висенланд минусовой. Штирланд высокий. Талабекланд идет вверх. Даже тут почти сотня. Все благодаря Галмаразу. И еще одному приятному бонусу со стороны другого героя Фолькмара. У него посох тоже занимается такой же прокачкой. Что, идем вот сюда тогда? Становимся. И сливаем деньги, которые мы выпросили у гномов. Что мы тут строим? Во-первых, имперский порт. Наши доходы увеличатся еще на 400 монет. Правда, 5850 монет за это стоит отвалить. Конклав магов. Потому что маги нам нужны. Магов нам не хватает. Потом храм Зигмара. И в Музельоне последний уровень. Ну вот вам от 40 тысяч остается 23. Это только на одну провинцию потратили. Оно, конечно, окупится. Потому что нам со скверной нужно очень сильно бороться. И по многим другим причинам. Но... Окупится-то оно, окупится. Проблема в другом. Как тут с ростом? Троечка, а тут уже четверочка. То есть можно менять дикт с роста, например, на налоговую ставку. Сколько мы 812 получаем? А всего 1652. И это 5% благодаря налоговой ставке. От торговли мы получаем 1466. Но здесь ничего такого особенного нет. Я имею ввиду по товарам. Мы ничего не строили, чтобы торговля приносила большие деньги. У нас просто 5%. Доход от торговли 5%. От торговых пошлин вся фракция. 1466. И вот эти вот в сумме дали такую сумму. А 5% от 1600. Это сколько? Это 1600 разделить на 100. Это 16 умножить на 5. Это 56 на 5. Где-то 80. 80 единиц. 80 золотых монеток. Надеюсь, оно того будет стоить. Стоимость найма минус 5 для сухопутных войск. Местный резерв найма плюс 1. Можно было бы подэкономить и таким путем. Но тут, я думаю, налоговая ставка приносит гораздо больше. Торговля нам со следующего хода начнет приносить меньше. А вот налоги начнут приносить больше. Давайте везде выставим на налоговую ставку. Тройка, тройка. Ну, вот тут еще можно оставить по-прежнему. Тут без дикта, к сожалению. Четверка, четверка и избытки скоро. Значит, налоговая ставка. Чем выше доход, тем логичнее переводить на налоговую ставку. Тут вообще 3000. Но у нас четверка, четверка, четверка. И тройка избыток. Да, налоговая ставка. Начнем зарабатывать баблишки больше. Почему я раньше так не сделал? Сам себе удивляюсь. Вот тут-то дикты, конечно, пусть на прирост стоят. И это логично их такие иметь. Чему медную крепость надо колонизировать? Давай ты вот сюда встанешь. Еще ближе к месту назначения. Ну что ж, дорогие друзья. В принципе, мы готовы. Я думаю, мы всеми походили, агентами. Все посмотрели и просмотрели возможности вражей своей. А, нет. Вот эту, кстати, вот эту армию мы тоже можем уволить легендарку отсюда. Смотрите, сколько заход. 17 тысяч уже будем получать. Почему увольняю легендарку? Потому что легендарка, как я уже говорил до этого, будет неким таким буфером на черный день, откуда мы будем черпать хорошие войска. Не, подожди, не выходи. Есть у меня одна идейка. Нас в Аверхайме, по-моему, никакого агента нету на прирост. Так что ты пойдешь сюда и будешь давать здесь прирост. Нежить пока что на нас не нападает, и она нас немножко расслабила этим самым. Кемпербат, мы говорим, подождем немножко. Тут все, вечер, все. Да, можно передавать ход. Посмотрим, как тут будут перемещаться тысячи зеленокожих агентиков. Хитрых, маленьких и коварных. Все, прогнали мы Орды Хаоса от Горселя. Бретонцы, я так понимаю, идут выполнять миссию, которую мы им назначили. Ну, немножко промахнулись. И скейлинги к нам плывут. Вот Карлу Францу обязательно сейчас засадку надо сделать. Мастера битвы, дисциплина плюс 12, все армии. Четыре хода. Победите в бою армию следующего героя. О, отлично, что ты к нам плывешь. Но, правда, у нас четыре хода для того, чтобы заманить их в ловушку. 18 430 торговля. Не убыло, кстати, от торговли. А вот налоги 35 тысяч. Вообще шикарно. Если хотим, чтобы оно приплыло, надо стать где-то здесь и выбрать засаду. Я надеюсь, нас не раскроют хаоситские агенты. 915, но оно того стоит. Правда, они нанимают новых и новых. Так, пушечка есть. И два хода до демигрифов. Пока они нанимают демигрифов, я думаю, стоит добавить в найм здесь и тяжелых мечников. Они как раз два хода хорошо зайдут со всеми. Можно было бы выставить здесь, например, не налоговую ставку, а резерв найма и стоимость найма ниже. Но чего-то особого желания у меня не возникает это делать. Пока эта армия придет, пока та армия придет. Тут на границах вроде никаких проблем нету. На Миденхай мы нападем. Это будет. Мир Миденс. Гномы в осаде его держат. От Гронти Мингала они ушли. Восстановимся по ходу. Не будем сидеть. Нам нужно колонизировать как можно быстрее и Гронти. Так что поспешим. Видимо, снимаем армию и отсюда. Не армию, точнее, а агента. И идем, объединяемся, чтобы восстановление увеличить. Скорость восстановления. Строим, наконец-то. Шесть ходов нам подождать. И мы окружим Аргул Мигдал городскими стенами. Опасаться за то, что враг захватит его, уже не будем. Галбарас у нас тут. Новые стены второго уровня строятся. А прирост 90. Это потому что мы сняли агента. Ну и тут три хода тоже придется подождать. На уговоры гномов вступить в войну против Бьерлингов. Ни в коем случае не соглашаемся. Никак нельзя нам допустить этого. Иди сюда. Давай общественный порядок здесь побольше. И скидочку. 34 тысячи. Эу, 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 эу. А, понял. Почему ты не можешь? Ты скидку на прошлом ходу давал. Значит придется подождать еще один ход. Потом даст только скидочку. А вот ты можешь дать скидку нульн или кемпербат. Давайте к кемпербату пусть подойдет. Здесь важнее. Выбор. Талабхайм или кемпербат. Ждать Талабхайм, чтобы была троечка. Или кемпербат построить троечку. Я думаю, что стоит отдать предпочтение кемпербату. Потому что здесь торожка. Здесь все-таки, когда будет двоечка, то сразу спокойненько строим в Талабхайме стены. И нам, грубо говоря, 7 ходов осталось, чтобы защитить это поселение. Стоит ли рискнуть и потратить 1600? Вдруг успеем. 6 и 6, 12 ходов. Но у меня такое впечатление, будто не успеем. Чтобы понять, успеем или нет, лучше отправить разведку. Разведка должна нам подсказать, где находятся орды хаоса. Можем поставить разведчика тут и на следующем ходу продолжить давать бонус к приросту. Миденхайм. Вряд ли успели его расстроить орки. Особо мощной, сильной крепости он не будет. Не есть, точнее, пока что. Так что, наверное, нас ждет то же самое. Захватим его и получим поселение первого уровня. Всего-то. А что с вами будем делать? Готовы ли мы подождать 2 хода, объединить 3 армии и переформировать их? А потом начать выполнять задания для Бальтазара. Или мы хотим чего-то другого сделать? О, Вечи и Аверхайм. Да тоже как бы ждать нельзя. Можно отстроить Вечи. А, Вечи и Вюртбат в одной связке. В Вюртбат мы тоже сможем строить уже стены. Так что давайте, наверное, Вечи вложимся. Ну и Аверхайм, само собой. Он столица. Здесь тоже можно будет выстроить стены. Ха-ха-ха-ха-ха. Так, ладно. Объявляем оркам войну. Нечего ждать. Быстрее захватим, быстрее отстроим. Еще один шлем раздоров и сопротивление сперни вампиров и хаоса. Шанс обнаружения вражеских армий плюс 25. Хорошие такие штучки мы тебе сделаем. Мы тебе, наверное, логистика можно прокачать. Или больше здоровья. Здоровье у него 5300. Сейчас посмотрим, сколько теперь будет. 5600. И если максимум будет, то это где-то в районе 6000. Ладно, прокачаем Фолькмару здоровье, а потом выйдем на плюс к дисциплине. И то же самое. Строим на прирост. Но только сюда нужно агента. Но для того, чтобы нанять агента максимального уровня, Фолькмар должен быть здесь. Вау! Наконец-то у нас появился хороший маг. Рикард Крысятник. Ну, насколько он хороший, вы видите. Да, он тупой. Усиление натиска плюс 6. Шанс ранения в случае неудачи плюс 2. Но тупость это не самый большой его порог. Самое главное, что хотя бы у нас есть маг. Что этот маг может делать? Этот маг может подарить нашей армии долгожданное исцеление. Поэтому прокачиваем его именно в эту шнягу. Похищение, возрождение. Вот все, что дает исцеление. И давайте его оденем. Доспехи плюс 8. Или еще поколдуешь. Давай. Вот это вот. Меч антигероев. Скорость усиления. Ну, бить вражеских героев он точно не будет. Так что меч антигероев ему не даем. Пугать. Урон сквозь доспехи тоже не его. Давайте лучше защиту. То, что его защитит. И... Ауру вокруг себя будет распространять. Дадим ему также зелье скорости. И... Да, восстановление способности. А тут срок лечения ран. Если умрет. Общественный порядок. Пусть будет. Сила ветров магии. 8. И у нас, по-моему, где-то 20 есть. Он будет в армии Карла Франца. Я не знаю, давать ему сопротивление скверни вампиров и хаоса. Или нет. Доход от торговли можно дать. И все. На этом маг собран. А вот сопротивление скверни вампиров и хаоса мы дадим тому, кто у нас... ...бегает по нашим провинциям. Вот это мод магу дадим. Не магу, точнее, а капитана. Мага на следующем ходу отправим в армию Карла Франца. Вместо... Он, по-моему, зайдет... А, место для него есть. Так что, вместо не надо. Местечко для него имеется. Ну что ж, друзья. Я так понимаю, передаем ход дальше. Еще дальше. Ты стой, давай скидку. От тебя проку больше, как от скидочника. Можно было бы нанять двоих магов. Но я хочу именно магию восстановления. Поэтому огненные магии и всякие остальные пираманты и всякое такое подождут. На следующем ходу нас ждет крупномасштабное строительство. Гномы разрушили док Карас. Это шутка, что ли? Не захватили, а разрушили. А в чем прикол? Бретонцы хозяйничают. Скеллинги, варги. Ааааа! Горсель! Не Марьенбург. Почему Горсель? Племя зазубренных рогов. Фракция уничтожена. Эй, смотрите, какая чертовщина. Нас ждет в виде варгов. Оставлять Мидденхайм беззащитным. Мы успеем? Квольфин... Ааа! Ну хорошо, можно строительство отменить. Вольфенбург у нас таки перехватят. Он немного нам дохода приносит, но жалко его как поселение. Кергик надо защищать. Что там надо? Надо эту армию уничтожить. Как-то надо так к Варгам подобраться, к Скерингам. А сколько у нас ходов до выполнения задания? Три. Три хода, чтобы выполнить это чертово задание. Беда. Друзья, это беда. И как мы их заманим в ловушку? Мы можем спуститься на воду. Но это нам ничего не даст. Мы можем зайти в горсель. Заодно восстановиться. Правда, это нам тоже ничего не даст, потому что они, скорее всего, убегут. А может и не убегут. Вдруг они не испугаются Карла Франца. Так что пойдем в горсель. И как раз магам тоже куда-нибудь туда. Пусть маг по дороге прокачивается. Один ход до войск остался до новых. Иди ты сюда, может, что словишь. Ты пока постоишь. Свою работу ты уже выполнял. Скидка действует. Значит, можно продолжать строительство. По скидке 2000. 1200. Все. И потом отправить этого скидочника. А кемпер бат, сколько? Семь ходов. Да, можно спокойно отсюда уходить. Вюрт бат. Или хергик. Давайте в вюрт бат. Тоже, я думаю, стоит подождать ради скидки один ход. Ничего никому не угрожает. Ну, а какой теперь смысл генерировать здесь прирост? То есть, мы как бы Мидденхайм обменяли на Вольфенбург. Вольфенбург. Если мы не успеваем, то какой смысл нам бежать? Пусть они захватывают этот чертов Вольфенбург и идут к Хергигу. И тогда мы перекинем наши войска сюда. Либо уже бежать сюда. Но тогда мы подставляем Мидденхайм. Если вдруг оттуда вынырнут орки, может быть проблемка. Давай скидку здесь. Ну что ж, готовы потратить крупные суммы? Гизора прежде всего. Храм Сигмара. И в замке Артуа тоже храм построим. Чтобы со скверной бороться. Ну и такие уж и крупные суммы вышли. Потом нам нужно в Серые Горы отправить скидочника Паравон, Каркасон и вернуться вот сюда. Вот тут вот где-то, наверное, оставим. Слушайте, а восстановление здесь неплохо идет. Нам даже не нужен этот герой. Пусть он работает над приростом. Мы колонизируем Гронти Мингал. И дальше будем решать, куда идти. Я думаю, что следующая провинция, которую мы у орков перехватим, это Западные Бесплодные Земли. А уже потом... Хотя логично, знаете, как было бы. Раз гномы одерживают победу здесь, чтобы не враждовать с орками. Пусть они воюют, выстраивают фронт против гномов. В том числе в Западных Бесплодных Землях, где господствуют и Бьерлинги. А мы, например, могли бы перекинуть войска к Дохлому Ущелью и начать разъедать их с юга. Потом как бы соприкоснемся в точке с гномами в определенной, где и закончим наше поглощение части южных провинций. Хотя тут гномы нам подготовят большую почву для колонизации. Я думаю, орки очень сильно пострадали. Гномы шестая сила, а орки у нас... Узлы на башке одиннадцатая сила, а зеленокожие не, четвертая сила. Ну, правда, им сражаться с Бьерлингами приходится. Может быть, в этом их сила? В том, что они с Бьерлингами борются. Точнее, в этом их слабость. Ну что, передаем ход дальше. Посмотрим, что нас ждет. С гномами мы продолжаем торговать. С крафством вампиров отношения улучшаются. Но пока никаких договоров... О, они на падении. Вообще шикарно. Но они пока не готовы к такому договору. Я надеюсь, захватили. Но кажется, мне разрушили. Если гномы будут разрушать... Вау, 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 вау. Вот она птичка. Вот это жесть. С келлинги убегают. Это ж как мы их догоним. Варги осадили Вольфенбург. И мы могли бы отбить Вольфенбург. Но потом, боюсь, мы попадем под прицел. Ух ты ж, нух ты ж, колесница с люто зверем. Рыцари хаоса пики. Великаны хаоса. А что дальше? И 22. Да. Фольквару такая армия будет не под силу. Есть вариант. Сколько у нас тут ходов осталось? По-моему, у нас два хода. Если мы здесь станем засадой, и они в эту засаду попадут, тогда мы получим дисциплину наших армий. Либо Карл Франц поторопится к Хергигу, где мы и будем принимать врага. Потому что враг очень быстро окажется подле Хергига. А здесь мы даже ничего не успеваем отстроить. Карлу Франц, ну, два-три хода, и он возле Хергига. Сложное решение придется принимать, но я сам виноват, что решил скеллингов половить. Видимо, это чемодан без ручки. Вот это вот пора на войну. Дисциплина плюс 12, все армии, это шикарно. Особенно в свете войны с хаосом. Но, черт побери, слишком сложное задание, учитывая, что армия врага убегает и не дает ее поймать. Хотя, все это мы будем с вами уже в следующей серии рассматривать, друзья. Так что, удачи вам и хорошего настроения от рогатой жабки.